Привет! Привет! Да-да-да. Привет! У нас так. Привет! Берусь за душу. Ой, слушай. Это взрослые. Помню, как шесть с половиной лет назад мы приезжали в гости к особенной девочке Лере. Подружились, и вот сегодня те же эмоции при встрече. Но время идет. Валерии уже двадцать. Она, несомненно, повзрослела. Хотя в душе остается все той же девчонкой-ягозой. Показала нам елку. В доме еще новогоднее настроение. Спрашиваю, кто нарядил. Сама? Нет! С кем? Нет, с бабушкой. С бабушкой? Да. А бабушка там, в шесть ведут. А потом? Еще с бабушкой вечером. А потом? Похвали, с чем ты хотела похвали? Давай. Расскажи про свои новости. Столько лет прошло. А новости действительно есть. Конечно же, я слежу за Леринами успехами во Вконтакте. Но сегодня появилась возможность узнать обо всем, как говорится, из первых уст. Вот. Вот первые сумки. Это ли сумки первые. Подожди, у тебя учитель есть? Как учитель? Ну да. Как учитель? Виктор. Елена Викторовна. История Валерии художницы началась около года назад. Мама Наталья Васильевна побывала на приеме у заместителя главы администрации округа Татьяны Квасниковой, благодаря которой у девушки появилась возможность учиться рисовать. Климашина Елена Викторовна, она занимается во дворце культуры в городе Видном с ребятами, у нее есть своя студия. И вот она стала к нам приезжать. Я сначала не верила, что мой ребенок в состоянии будет, она карандаш плохо держит левой трясущейся рукой. А у нее стало получаться. Начали с малого. Цветочки, овощи, фрукты. Но рисование настолько увлекло художницу, а работы действительно были достойными, что в итоге лучшие рисунки попали в календарь. И вот к Новому году наш родственник сделал подарок, отпечатал в типографии эти календари. И вот теперь у нас Лера дипломированный художник, можно сказать, уже со своими работами. И пусть раж календаря составил всего пять экземпляров, Наталья Васильевна очень гордится дочерью. Ведь до этого Лера вообще никогда не рисовала. Очень поздно научились рисовать круги, начала штриховкой разукрашивать. Но так, чтобы сесть и писать красками, нас не было никогда. В художественном творчестве Валерии, к слову, помогает не только педагог. Кисти – подарок руководителя Виновской дирекции киносети Павла Русакова. А чтобы девушка могла общаться по интернету с друзьями, местный депутат Артем Грудинин подарил ей ноутбук. И все же лучшая подруга у Валерии – ее мама. А она у мамы первая помощница. И вот мы уже на кухне пьем чай со знаменитыми вахонинскими пирожками. Так же, как в 2016 году. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Максим Константинов. Видное ТВ. Я маминую дочь. Маминую. Моя твоя. Моя. Я твоя дочь. Моя.